МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приплыли в Прикарпатье бассейн, стал жертвой децентрализации. Почему воду слили? Экстремальная экскурсия в Израиле. Едва не утонули 50 украинских туристов. Что случилось? Масштабный митинг в центре Киева. С самого утра правительственный квартал был перекрыт. Около 4 тысяч человек вышли на протест. Куда направились и почему собрались, расскажет Юлия Жешко. В правительственном квартале столицы сегодня шумно. Несколько тысяч экс-силовиков решили напомнить власти, что нищенская пенсия – это не то, на что они рассчитывали. Кроме бывших военных, на главную улицу Киева вышли еще несколько тысяч украинцев. Под флагами СДП и социалистической партии они требуют не только достойных пенсий, но и зарплат. Повторые тысячи за 48 лет стажа. Есть в их совесть. Повторые тысячи дач отдали свои труды и здоровье вклали. Мы собрались здесь для того, чтобы Верховная Рада наконец-то наполнила пустые кастрюли людей. Вы слышите этот звук? Это пустые кастрюли, которые бьют люди. Собравшиеся называют сегодняшнюю акцию маршем пустых кастрюль. Таким образом, они решили показать, что нищенских выплат не хватает даже на еду. В столицу приехали люди из большинства регионов. В их числе нардепы и лидеры политических партий. Вместе с протестующими они промаршировали к Верховной Раде. Политические деятели уверяют, что готовы добиваться достойных выплат. Мы живи, мы будем разом с вами бороться за справедливость. Наша фута, наш марш сегодня найбільший за остальные несколько годов. Главное требование митингующих добиться повышения минимальной зарплаты и пенсии. Об этом заявил лидер социалистической партии Сергей Каплин. Это наша ключевая мета. И это наш новый план. Зарплата 10 тысяч гривен. Пенсия 5 тысяч гривен. Высокая степенция. И мы не не будем глупо. И что, вы не должны вымогать. Мы сегодня с вами засунували новую опозицию. Сегодня по всей стране. Резные политики и политиками. Все это громадские девочки. Наши лидеры нации, которые претендуют на перестаток проводят акции протеста. Наш найчисленнейший. Наш найзвестовнейший. К тому же нардеп презентовал манифест так называемой народной оппозиции. Документ гласит, если парламентарии не прислушаются к людям, в Верховную Раду ждет полная перезагрузка. Починаючи массовую акцию протесту проти антисоциальной и антилюдской политики влади, мы разъясним твои цели и завдания, и требуем отегательного распуску Верховной Ради Украины, призначения позачерговых выборов до парламенту, куда должны прийти исключительно представители народа Украины. И это далеко не все требования к власти. Протестующие требуют от чиновников ежеквартальных отчетов о том, что было сделано за три месяца. А начать нужно с диалога между властью и украинцами. Если же эти условия не выполнят, масштабные протесты у стен парламента будут продолжаться. Юлия Жешко и Сергей Ведмить. Подробности. Телеканал Интер. Президент будет участвовать в суде по делу о госизмене Виктора Януковича. Об этом Петр Порошенко заявил на церемонии открытия выставки, посвященной участникам революции достоинства. Он подчеркнул, что преступления против героя в Небесной Сотне не имеют срока давности и преступники должны быть наказаны. А еще сказал, что разделяет недовольство общества темпами расследования и судебного процесса по преступлениям против участников Майдана. Мы должны пройти процедуру на сложный шлях для того, чтобы у убийства не было никаких зачипов в европейских судах. Наголошую, что преступления Майдана не имеют термину давности. А преступники переступили ту грань, за которой настаёт прокляття. И те прокляття, говоря словами Мирослава Поповича, сильнейше, чем суды, сильнейше, чем тюрьма. И от него ни где не заховаешься. Громкие судебные процессы по расстрелам на Майдане уже анонсировал генпрокурор Юрий Луценко. Выступая на открытии выставки ко дню памяти героя в Небесной Сотне, он сказал, что дела коснутся бывших чиновников из окружения беглого президента Януковича. В частности, Виталия Захарченко и Александра Екименко. Генпрокурор заверил, что эти процессы будут проходить в открытом режиме, так же, как сейчас проходит суд по обвинению Януковича в госизмене. Здание Россотрудничества в Киеве забросали камнями. Таким образом, около сотни радикальных активистов выразили свой протест. Под горячую руку попали также отделения Альфа-банка и Сбербанка, расположенные в этом районе. За действиями радикалов наблюдали нацгвардейцы и патрульные, однако, в ситуацию не вмешивались. На передовой один раненый. С начала суток боевики обстреливали украинские позиции уже семь раз. Возле Широкина противник использовал минометы запрещенного калибра, но чаще всего открывали огонь на луганском направлении. О ситуации на этом участке фронта расскажет наш военкор Ирина Баглай. Ежедневно наши пехотинцы покоряют крутые склоны луганских гор-терриконов. Напротив их наблюдательного поста высота, захваченная боевиками. Снайперы в группе вражеских штурмовых групп пробираются по серой зоне. В ней остается часть Золотого 4, улица Вольная. За ее домами вдоль посадок боевики и пробираются ближе к украинским позициям. Сейчас погода такая, что им погода это позволяет. И стреляют из разных укрытий, из подготовленных позиций. Заступая на дежурство, один из бойцов так и получил ранение в голову, вспоминает Игорь. Чудом остался жив. Снайпер подошел туда на 500 метров и из стороны кладовища открыл по нему огонь. О стрельбе со стороны кладбища рассказывают и местные жители. Вот вчера стреляли, у меня отец еще там на Вольной, на Первой Вольной живет. Я только на город там поднимаюсь и слышу выстрелы. Это уже окраина Золотого 4. В этих разбитых пятиэтажках остается жить четыре десятка людей. Програничная серая зона. За 500 метров уже те окопы ополченцев. Вот кладбище, и там на кладбище окопы. Из-за близости врага люди лишены возможности проехать в такую же серую часть своего села, которая остается под огневым контролем боевиков. До родных им рукой подать, а проведать не могут уже годами. В соседней Катериновке, которая несколько месяцев, как вся под украинским флагом, стрельбу слышат лишь издалека. Да стреляют там вокруг. Ну а у Катериновки? Тихо все. В самом же селе налаживают быт. Уже пустили рейсовый автобус. Со следующей недели ждут школьный. Единственное, что надо решить, с дорогой убрать блоки, да? Да. Я займусь прямо сегодня. Вечером вам отзвонюсь, по результату расскажу. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Сергей Байдало из Луганской области. Подробности телеканал Интер. На границе с Россией огромные очереди из грузовиков. Почти сотня фур стоит на международном пункте пропуска ГОПТа в Кавкарьковской области. Еще столько же развернулись и поехали другим маршрутом. Как сообщили в Госпогранслужбе, российская сторона не пропускает грузовики уже второй день. На официальный запрос украинского погранведомства ответа нет. Но люди, которые пересекали границу, рассказали, что на российском КПП вышло из строя рентгеновское оборудование для досмотра грузов. В Израиле во время наводнения спасли 50 туристов из Украины, которые направлялись в Иерусалим. Сейчас они уже в безопасности. Вот что произошло, расскажет Сергей Ослендер. Погода в Израиле сейчас установилась по-настоящему зимняя. Холодно, идут сильные дожди. Во многих местах они привели к серьезным наводнениям. Самым опасным в этом отношении местом считается дорога номер 90, которая идет вдоль Мертвого моря. Группа украинских туристов попала в Израиль в рамках однодневного тура из Египта. Они ехали в Иерусалим как раз по 90-му шоссе, когда их машина попала в ловушку. В районе Эйн-Бакек она оказалась в потоке воды, который перехлестнул трассу. Сразу же по тревоге были подняты чрезвычайные службы и полиция, которые приступили к спасательной операции. Вода все время прибывала и возникла реальная угроза жизни людей. Определили местонахождение автобуса. И действительно оказалось, что в этом автобусе находится 50 человек. Все они жители города Одессы, туристы из Украины, которые хотели посетить в этот день Иерусалим, посетить святые места. Естественно, полицейские сразу же приняли необходимые меры. Были проведены необходимые, очень серьезные работы для того, чтобы спасти людей, вывезти их из автобуса. Не дай бог, чтобы кто-то из них не пострадал во время этого очень серьезного наводнения. Туристов доставили в близлежащий поселок. Там разместили в торговом центре и обеспечили всем необходимым. Их вещи временно остались в автобусе под охраной. Чуть позже, когда спасательные службы сумели вытащить машину, они получили их обратно. Украинские туристы уже находятся в Египте. Дожди в Израиле продолжаются. Во многих районах есть опасность схода селевых потоков, камнепадов и по-прежнему сильных наводнений. Поэтому туристов, которые передвигаются по стране, особенно самостоятельно, в арендованных автомобилях, просят соблюдать предельную осторожность. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Вспышка африканской чумы в Черновицкой области. На одной из ферм начали массово гибнуть свиньи. Но общественные активисты уверены, на самом деле болезни нет. Панику в селе сиюет специально. Так ли это, разбирались мои коллеги. Уже неделю полицейские и ветеринары дежурят на въезде в село Маладия. Здесь вспышка африканской чумы. В одном из местных фермерских хозяйств начали гибнуть свиньи. Проверяем машины, чьи не едут с мясом, с свиньми. Зупеняем, днемся. Зараженных поросят утилизируют. Свиньи, которых держат местные жители, пока что здоровы, говорят эксперты. Но вот если африканская чума разойдется поселом, областным егерям придется отстреливать и диких кабанов. Но вот если ситуация настолько серьезная, почему же карантин объявлен только на территории одного хозяйства? Общественные активисты предполагают, панику в селе сеют специально. Если бы была бы чума, то я считаю, что должно было, что остаться в селе. Прямо в селе это ферма, понимаете? Все знают, что если человек свиньи может продать, скажем так, за тысячу гривен, то шкода, отшкодовывается. А если беда, если там повень или чума, то вдвече больше. Так ли это, общественники обещают выяснить и провести собственное расследование. Тем временем на местной ферме карантин продлится еще месяц. Андрей Кровец, Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновецкая область. Вспышка гепатита А в Харьковской области. Заразился уже 41 человек, в том числе 19 детей. Все они сейчас в больнице. Гепатит зафиксировали в селе Андреевка, в колодцах. У местных жителей обнаружили отклонение от нормы по вирусным показателям. Сейчас воду в них дезинфицируют. Вместо свалки на тюнинг во Львове народный умелец дарит вторую жизнь старым велосипедам. Парень нашел единомышленников и теперь они вместе создают настоящие велошедевры. В их мастерской побывала и наш корреспондент Галина Якушко. Велосипеды на электромоторе, веломопеды и кастомный велотранспорт. Все эти чудеса техники делают вот в этом простом гараже, в одном из спальных районов Львова. Задняя ножка, ну, от мотоцикла, можно ее использовать до велосипеда. Что-то перерабил, доварил и готово. Эти парни называют себя кастомайзерами. Это люди, которые переоборудуют старые велосипеды, мопеды, байки и прочий двухколесный транспорт. Руслану всего 22, он специализируется на велосипедах. Работу начинает с чертежей, детали подыскивает на барахолках, распродажах в интернете и даже средний металлолома. Беру рулевую колонку, ставлю сюда. Беру педальный вузол, приварю его там и, возможно, крепление заднего колеса. Так само и крепление сидушки, саму трубу, которая зажимает. А вот ради этого монстра парню пришлось научиться сварке. Над ним работает уже несколько лет. Велосипед говорит, байк разгоняется до 100 км в час, если ехать на бензине. Но можно и педали крутить. Это саморовно, это хорошая работа. Тут из купленных деталей мотор, педали, резина. Чтобы полностью переоборудовать велосипед, требуется несколько месяцев и тысячи гривен. Но покупатели уверяют, все затраты оправданы. Если этот велосипед не вышел, там пару тысяч гривен сугубо рано, то заграничный аналог уже стоит 2-3 тысячи евро. Ну, это довольно дороговато. Такие необычные велосипеды разъезжают по всей Украине. Они уже есть в Ужгороде, Одессе и других городах. Так что, если у вас дома или в гараже завалялся старенький велосипед, не спешите его выбрасывать, ведь его можно превратить в настоящий эксклюзив. Галина Якушкина, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Эпопея со скандальной реконструкцией моста в Днепре продолжается. В СИЗО уже сидит субподрядчик, а генеральный исполнитель работ скрывается на больничном. Тем временем адвокаты обвиняют прокуратуру в непрофессионализме. Больше расскажут наши корреспонденты. В марте 2017 года началась масштабная реконструкция моста. Восстановить балки, провести капитальный ремонт пешеходной зоны и проезжей части, а главное установить отбойник. Чиновники и генподрядчик пообещали до конца года. Все работы оценили почти в 250 миллионов гривен. Но уже после первых проплат строительством заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура открыла уголовное производство. Предварительные результаты расследования показали, что из 70 миллионов, которые получил генподрядчик, 10 пошли не по назначению. Хищение бюджетных денег подозревают директора фирмы генподрядчика и субподрядчика. Сталонный директор от всех эффективных предприятий, которые были заданы, дали показы, что они никакого отношения к этих предприятий не имеют. И за значительные деньги тоже не распоряжались им. Деньги экономили на качестве материалов, говорят в прокуратуре. Там специально провели соответствующие экспертизы с привлечением столичных специалистов. При проведении экспертизы получались эксперты Приднепровской академии будильництва и архитектуры, также Киевский институт электрозваривания им. Патона и науково-доследный институт залезных конструкций им. Шимановского. Но адвокаты подозреваемых собираются обжаловать результаты экспертиз. Анна Поддубная заявляет, прокуратура привлекла к проведению экспертиз сомнительных специалистов и допустила ряд нарушений. Инструмент, которым проводились эти экспертные исследования, также имеет уровень погрешности достаточно большой, до 20%. Подозреваемые будут настаивать на проведении повторных экспертиз. Один из обвиняемых, директор завода железобетонных конструкций Антон Тачинский и субподрядчик реконструкции, сейчас уже в СИЗО. А вот генподрядчик Михаил Светленец пошел по уже известному пути. Он сейчас в больнице. Своей вины не признает, говорят в областной прокуратуре. Более того, за последние полгода его фирма и горсовет заключили несколько доп. соглашений. Последнее было подписано в феврале этого года. Доп. соглашение, которое подписалось в августе на 71 миллион, они разбили его по частям, что платится в 2017 году, что платится в 2018, что платится в 2019 году. И указано, что финальная проплата за работу, 33 миллиона, происходит в 2019 году. По словам чиновников, реконструкцию нового моста возобновят уже в марте. Тем временем прокуратура обещает передать дело в суд уже через пару месяцев. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Екатерина Срывкова, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Децентрализация в действии. В Прикарпатии руководство недавно созданной территориальной громады закрыло единственный в районе бассейн, едва получив над ним контроль. Кому помешал этот объект и что по этому поводу думают местные жители? В ситуации разбирались наши корреспонденты. Вот эту амбулаторию в селе Дзвиняч нельзя назвать типичной. Она одна из немногих в стране, в которой есть плавательный бассейн. Построили его еще больше 20 лет назад. Но полноценно работать комплекс начал только 10 лет назад, после капитального ремонта. С тех пор от посетителей здесь нет отбоя. Дети отбили нашу району. Я сделал анализ за предыдущий год, 2016-2017 год, отбили 26 школ. Задоволение я вам не могу сказать, как у детей было. Один бассейн в районе, это просто было чудо. Вход был бесплатным. Символическую сумму платили только взрослые. Но месяц назад бассейн закрыли. Такое решение приняло руководство Дзвиняцкой территориальной громады. Буквально на следующий день после того, как районный совет передал комплекс им на баланс. Было принято решение владой, в связи с тем, что кошторисные, как так сказать, затраты великие для подогрева воды, для энергоносеев, было принято решение темчасово прекратить функционирование бассейна. Для того, чтобы найти соответствующих спонсоров, чтобы найти соответствующие финансирования из других джерел. Местные жители не скрывают своего возмущения. Это не вкладывается в голову, понимаете? Потому что, когда создавался ОТГ, то они должны понимать, что это, что смогут они это отримать, или не смогут. Для чего мы можем возить в Франкиев с детей, правильно? Где там и так переполнены бассейны, когда мы у себя, под боком имеем. Глава Салотвинской райбольницы, на балансе которой бассейн находился ранее, недоумевает, зачем забрали объект себе, а потом закрыли. А для чего брать, когда не можешь отримать? У меня сегодня вот так доходят такие слова, шукают инвестора, продать, сдать в аренду, а я против этого. Потому что, понимаете, единственный. Той, кто возьмет, он уже будет для простых людей, для этих детей, трешки, на пану, закрытый момент. Ну вот председатель ОТГ уверяет, отдавать бассейн они никому не собираются. Дескать, работу приостановили временно, чтобы не влезать в долги. Ведь день работы бассейна обходился в 4 тысячи гривен. Мы уже прораховали. Нам стоит, мы можем его запускать, бассейн хоть завтра. А за справа в том, что фактически закончение сезона, это березень месяц, и для того, чтобы нагреть воду, нужно буквально 2-3 недели. Это займет час. Его запустить, вытратить деньги, потом снова залить воду в конце березня. Ну, это не рационально, это не по-газдивски. Но прежние владельцы бассейна уверяют, что такой простой может для бассейна обернуться разрушением. Если мы сейчас несколько месяцев его не восстановим, а если мы не восстановим несколько месяцев в зимовый период, и пройдет целый лето, я уже не знаю, что в осень нам удастся таким, знаете, легким засильным повернуть его в режим функционирования. Руководство АТГ такая перспектива не пугает. Говорят, бассейн они запустят осенью. Но его посещение, скорее всего, станет платным даже для детей. Александра Осипова, Жанна Дудчак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивана Франковск. Публикация в Твиттере как повод для снятия неприкосновенности. В Германии начали расследование против депутата Бундестага за комментарии в социальной сети. Что написал политик, зная Татьяна Лагунова? Слово не воробей, даже если оно не сказано, а опубликовано в социальных сетях. Депутата Бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Йенса Майера. Лишили иммунитета и начали против него расследование за российский твит в интернете. Дело ведет прокуратура Дрездена предмет расследования. Запись в Твиттере, которую Йенс Майер опубликовал в начале января. В адрес сына звездного немецкого теннисиста Бориса Беккера Ноа. Политик решил прокомментировать интервью молодого человека, который признался, что в Берлине часто подвергается нападкам из-за темного цвета кожи. И обозвал его маленьким полунегром, которые пытаются привлечь к себе внимание. Спустя несколько часов эта запись была удалена, но Беккеры подали в суд. Майер пытался перевести стрелки, дескать, твит писал не он, а отвечающий за активность в социальных сетях сотрудники его бюро. Но эти оправдания ни коллег по партии, ни руководство Бундестага не убедили. Парламент лишил депутата неприкосновенности и разрешил прокуратуре начать расследование. С расистскими, ксенофобскими и прочими разжигающими ненависть публикациями в Германии борются с помощью закона. Он заработал с 1 января этого года и обязывает социальные сети удалять подобные материалы в течение суток. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. На грани провала. Главный сторонник Брекзита. Британская праворадикальная партия ЮКИП в глубоком кризисе. Она лишилась четвертого лидера за полтора года. К тому же осталась без денег. За что уволили председателя партии независимости и какое будущее у ЮКИП, расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. В неочередной съезд членов партии ЮКИП закончился плачевно для ее лидера. Генри Болтону выдвинули вот недоверие и большинством голосов уволили с поста главы партии. На этом месте он продержался очень недолго. Всего 6 месяцев. Причиной отставки стала молодая любовница Болтона. В прессу попала ее личная переписка с расистскими комментариями относительно невесты принца Гарри Меган Маркл. Уже трижды женатый Болтон срочно расстался с подругой на фоне скандала, только чтобы удержаться на должности лидера. Но это не помогло. В этой партии есть привычка рубить сук, на котором она сидит, не понимая, что причинит себе вред. Так что вполне возможно, что они пожалеют о том, что уволили меня. Однако я желаю успехов и новому лидеру, и политической силе. Но вернуться в ряды в главной оппозиционной партии ЮКИП мне уже вряд ли удастся. В ближайшие три месяца партии предстоит выбрать нового лидера, уже пятого за последние полтора года. После ухода главного идеолога Брексита Найджела Фараджа партии так и не удалось найти достойного главу. ЮКИП стремительно теряет популярность. На последних выборах членам партии не удалось завоевать ни одного места в парламенте. И неудивительно, что при таком раскладе многие доноры отказываются жертвовать деньги на нужды партии, как раньше. И сейчас, в самый разгар кризиса, многие уговаривают Найджела Фараджа вернуться. Он возглавлял ЮКИП шесть лет, и при нем партия достигла наибольших успехов. Ушел Фарадж сразу же после референдума по выходу из ЕС, дескать, выполнил главную задачу праворадикалов. Между тем, Генри Болтон собирается вернуться назад к молодой любовнице и подумывает над тем, чтобы обжаловать в суде изгнание с поста лидера. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Ради каких пабов можно объехать всю планету и приживется ли грудная клетка, распечатанная на 3D-принтере? Об этом и не только в нашем обзоре. Заповедник площадью почти 2 миллиона квадратных километров собирается создать организация Greenpeace в Антарктике. По мнению экологов, совсем скоро люди начнут активно осваивать эту территорию, что приведет к загрязнению воды и вымиранию животных. Во время трехмесячной экспедиции эксперты собираются изучить, как влияет на природу массовый вылов рыбы и другая деятельность человека. 32 тысячи километров в поисках баров. Англичанин Бен Кумбс объехал 21 страну, чтобы найти самый северный и самый южный пабы в мире. Первый он обнаружил за полярным кругом на архипелаге Шпицберген. Второй на южном берегу Чили в городе Пуэрте-Вильямс. По американскому континенту Бен колесил 7 месяцев. Говорит, приятным был даже не результат, а сам процесс поиска. Врачи из британского госпиталя Моррисон напечатали пациенту грудную клетку на 3D-принтере. Во время операции 71-летнему мужчине пришлось удалить три ребра и половину грудины. Реконструировать их из медицинского цемента, как это обычно делают, было бы очень сложно. Поэтому кости заменили индивидуальным протезом из титанового сплава, который создали с помощью 3D-принтера. Дональд Трамп, Ким Чан Ин и Тереза Мэй. Это не очередной саммит, а королевский карнавал в Ницце. Основная тема праздника – космос. По задумке организаторов, на враждебную планету высаживается корабль «Демократия». По центральным улицам Ницы проехали 17 повозок с фигурами мировых лидеров. Гостей развлекали танцоры, а в небо взлетели фейерверки. Каждый год на карнавал приезжает около миллиона гостей. Праздник продлится до 3 марта. Альтернатива спортивным зрелищам. На берегу Японского моря, недалеко от Олимпийского, Пханчхана туристов развлекают огненным шоу. На побережье городка Кан Ин скульпторы создали 12 деревянных фигур. Каждые выходные одну из них сжигают. В этот раз огненные трюки выполняет квартет артистов из Украины. На зрелище приходят посмотреть олимпийские спортсмены, туристы и местные жители. Украина завоевала первое золото на Олимпиаде. 29-летний Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике. В суперфинале украинский спортсмен показал лучший результат. Он выполнил сложнейший прыжок просто идеально, поэтому легко обошел своих конкурентов. Белорусы, россиян, представителей Китая и Канады. Это не только первая награда нашей страны, но и первая олимпийская медаль в истории украинского фристайла. Соревнования прошли великолепно, конечно, но переживания были очень-очень большие. Особенно в предварительный день, потому что судьи немножко Саши поставили очень мало. Они съели у меня кучу нервов. Я очень переживал, что Саша не попадет в финал. Но все-таки Саша отобрался в финал, а сегодня и погода, и судьи, и Саша все сделали. Абсолютно все правильно. Именно это все привело к нашей победе. Когда я увидел счет соперника из Китая, то понял, что выиграл золотую медаль. И это было безумие. Это действительно невероятно. Я надеялся, что сегодня получу медаль. Но завоевал золото. Я очень рад, ведь это первая медаль по фристайлу в Украине. Именно поэтому я очень счастлив и теперь до сих пор не верю, что выиграл. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра.